ОГЭ по математике для 9 класса. Задание номер 21. Решите неравенство. x квадрат умножить на скобку в скобках минус x квадрат минус 9 меньше либо равно 9 умножить на скобку в скобках минус x квадрат минус 9. Попробуем минус единицу вынести за скобки. Вот в каждом из этих выражений. Выносим минус единицу за скобки. Тогда у нас получается в левой части уже будет минус x квадрат. А в скобках у нас вот эти вот слагаемые поменяют знаки на противоположные. То есть у нас тогда получается x квадрат плюс 9. Меньше либо равно минус 9. То есть тоже минус единицу выносим. Минус 9 умножить на x квадрат плюс 9. Теперь заметим, что сумма x квадрат плюс 9 всегда строго больше нуля. Почему? Потому что x квадрат больше либо равен нуля плюс 9. Если мы прибавим число 9 в каждой части неравенства, у нас тогда получится x квадрат плюс 9 больше либо равно 9. А получается x квадрат плюс 9 строго больше нуля. То есть да, действительно x квадрат плюс 9 строго больше нуля. А мы знаем, что если мы поделим обе части неравенства на положительное число, то от этого знак неравенства не поменяется. Делим на x квадрат плюс 9 обе части неравенства. После деления получаем в левой части минус x квадрат, в правой части минус 9. Далее умножаем обе части неравенства на минус единицу. Тогда знак неравенства поменяется на противоположный. То есть у нас получится x квадрат больше либо равен 9. И теперь проще всего решить данное неравенство с помощью методов интервала. А именно, перенесем число 9 в левую часть и разложим левую часть на множители. То есть тогда у нас получается x квадрат минус 9 больше либо равно 0. x квадрат минус число 9 представим как 3 в квадрате. И получим в левой части разность квадратов. По формуле распишем разность квадратов. Это будет x минус 3 умножить на x плюс 3 больше или равно 0. И теперь решаем данное неравенство методом интервалов. На числовой оси покажем 0 левой части. То есть приравниваем к 0 левую часть. Откуда следует, что x минус 3 равен 0. Либо x плюс 3 равно 0. Откуда находим, что x равен 3 или x равен минус 3. То есть у нас получаются точки вот эти минус 3 и 3. Покажем интервалы. Далее x на первом месте. Значит будут знаки плюс, минус, плюс. Крайний правый будет плюс. Ну или кто не понял, можно проверить. То есть можно взять какое-нибудь число. Например, в каждом из интервалей можно взять какое-либо число и проверить. Например, если берем число 5 больше 3, то есть подставим число 5 в левую часть неравенства. Тогда получаем положительное умножить на положительное будет положительное. Да, действительно. Для всех значений больше 3 у нас левая часть будет положительной. Ну и теперь выбираем то, что нам нужно. Больше либо равно 0. Нам нужно. Это значит мы выбираем там, где плюс. Таким образом, решением данного неравенства является промежуток от минус бесконечности до минус 3. Можно уже написать в ответ. То есть пишем ответ. Ответ x принадлежит промежутку от минус бесконечности до минус 3 включительно. Объединяя с промежутком от 3 до плюс бесконечности. Задача решена. Продолжение следует...